Ереван и Баку двинулись навстречу друг другу пресс-секретарь МИД Армении Ван Унанян заявил, что подписание конкретного мирного договора с Азербайджаном на самом высоком уровне является одним из приоритетов повестки правительства. При этом указывается, что правительство Армении руководствуется стратегией провозглашения эпохи мирного развития Армении и региона Южного Кавказа, и оно естественно проявляет готовность предпринимать определенные шаги в этом направлении. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян также говорил, что в повестке дня стоит вопрос об открытии региональных коммуникаций, демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, вопрос о начале переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном. О мирном договоре между Баку и Ереваном говорят не первый день. Эта проблема встала сразу после подписания мирного соглашения 9 ноября 2020 года в формате Россия, Азербайджан, Армения, завершившего Вторую Карабахскую войну. Недавно к этой теме в очередной раз вернулся президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он выставил ряд условий, по его словам, мирный договор возможен и должен быть подписан на основе международных правовых принципов и первым делом страны должны признать взаимную территориальную целостность. Поэтому из логики заявления Пашиняна, говорящегося о готовности начать этот процесс, следует, что Ереван принимает предлагаемый Алиевым базовый принцип. Во всяком случае, иного комментария правительства Армении не предложило. Более того, в Ереване связывают этот вопрос с проблемами открытия региональных коммуникаций, демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, но не с проблемой определения статуса Нагорного Карабаха. Значит, дело за тем, чтобы Ереван и Баку назначили спецепредставители или создали комиссию по подготовке этого документа и вступили в дипломатический контакт. Очевидно, что, если события станут развиваться по такому сценарию, это будет означать прорыв в ситуации. Пашинян отрекается от Карабаха, признавая его неотъемлемой частью Азербайджана, и выпадает из игры на карабахском направлении, передавая эстафету сопредседателям Минской группы ОБСЕ России, Франции и США, в таком случае Баку предстоит представить новый концептуальный документ, касающийся судьбы армянского анклава в Нагорном Карабахе. Факт существования данной проблемы недавно признал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. К тому же это вписывается в условия Алиева. Тем не менее, как недавно говорил глава МИД Армении Арарат Мирзаян во время правительственного часа в парламенте, до сих пор не создана комиссия по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы и идет только обсуждение запуска данного процесса. Может быть проблема будет решаться по-японски, сначала границы, а потом мирный договор. Но можно и в формате мирного договора решить проблему границ. Если это действительно так, то за словами Еревана и Баку о готовности подписать мирный договор должны следовать конкретные дела. Тогда в ситуации будет обозначена предельная ясность, Азербайджан фиксирует на правовом уровне свои достижения в ходе Второй Карабахской войны, Армения признает сложившееся геополитическое положение. Но в нынешней ситуации есть еще один важный нюанс. Байрамов говорил о предложении подписать мирный договор с Арменией на совместной пресс-конференции с находящимся в Азербайджане с визитом главой МИД Турции Мевлютам Чаушаглу, мы, Азербайджан и Турция, направляем Армении послание, в регионе необходимо создать добрососедские отношения между странами. Мы расцениваем это положительно. Наша позиция всегда опиралась на международное право. Между Азербайджаном и Турцией существует полная координация. Как ни крути, но Баку и Анкара продолжают действовать на армянском направлении в тандеме и процесс нормализации армяно-турецких отношений остается важным дополнением к армяно-азербайджанскому урегулированию. Теперь, как подтвердили и в Анкаре, и в Ереване, готовится очередная встреча с петцепредставителей двух стран по этому вопросу. Мирзаян также примет участие в дипломатическом форуме в Анталье. В этой связи Пашинян не исключает даже проведение встречи на уровне глав государств. Поэтому в широком смысле можно говорить не только о начале процесса по формированию новых отношений между Азербайджаном и Арменией, но и в контексте геополитики Закавказья и Ближнего Востока. Кстати, некоторые российские эксперты предполагают, что переговоры между Баку и Ереваном будут непростыми, но подписание мирного договора можно ожидать уже в этом году.